Привет! Вы на канале у Татьяны. В сегодняшнем видео мы вместе с вами приготовим чудо раствор для того, чтобы избавиться от мучнистой росы. У всех, наверное, уже пришла пора огурчиков. Огурчики плодоносят на все сто, но в это время активизируются разного рода заболевания, в частности, такие как мучнистая роса. Мучнистая роса это грибковое заболевание и, конечно же, оно практически каждый год присутствует на огурчиках. Чтобы оно не распространялось, мы сегодня приготовим очень классный раствор, который поможет избавиться от мучнистой росы или предупредить это заболевание. Главным ингредиентом такого раствора будет сода. Все мы знаем, что сода помогает как на кухне, так и в огороде. Какие же свойства соды? Во-первых, она улучшает вкусовые качества огурцов, а также продолжает плодоношение. Борется с разного рода микробами и грибками, в частности, мучнистая роса, а также может побороться и с тлей. А в этом году тли как никогда. Итак, как же приготовить чудо-раствор для того, чтобы избавиться от мучнистой росы? Нам понадобится 5 литров воды. Вода должна иметь 50 градусов, не меньше. Все мы знаем, что сода растворяется при 50 градусах. Если выше, свойства соды уничтожаются. Если ниже, она не растворяется. Понадобится буквально 1 столовая ложка соды пищевой, натрий, 2-угликислый. А также 1 столовая ложка любого масла. У меня подсолнечное. В качестве прилипателя будет служить хозяйственное мыло. 1 столовая ложка. И понадобится 1 таблетка аспирина. Я ее уже растолокла. Все этих 4 ингредиента мы будем разводить в воде. Как я уже сказала, вода имеет 50 градусов. И все это дело отправляем в пульверизатор. И опрыскиваем растения. В частности, это огурчики по листу. Делаем это рано утром или поздним вечером. Раз в 10 дней должна быть такая обработка. То есть 3 обработки и мучнистой росы, как и не бывало. Кстати, мучнистая роса пришла к нам из Америки. Там она известна еще из прошлого века. Это такое заболевание грибковое. Всем, кстати, оно уже известное. Это налет, белясый налет, который появляется на листьях. И что же происходит с вашим растением? Оно заболевает, оно как будто каменеет. И дальше уже не плодоносит. И многие огородники очень даже недовольны урожаем. Кстати, если вы будете использовать такой раствор, как даже профилактически, никакая мучнистая роса вам не страшна. Итак, давайте начнем приготовление такого раствора. Для начала берем ведро с водой. В него отправляем соду. Мыло. Можно вот так. Мыло я растворила на водяной бане. Приблизительно 20-30 грамм хозяйственного мыла мне понадобилось. Сюда же отправляем таблетку аспирина. И, конечно же, растительное масло. Все размешиваем палкой. И содержимое ведра выливаем в пульверизатор. И сразу же опрыскиваем растение. Как я уже сказала, 3 раза с интервалом в 10 дней. В итоге хочу сказать, что если вы приготовите такой раствор и будете им пользоваться хотя бы 3 раза с интервалом в 10 дней, мучнистая роса никогда не поселится на растениях огурцов. И вы будете с высоким урожаем. И, конечно же, вкусовые качества огурцов улучшатся. И плодоносить они будут дольше. Понравилось сегодняшнее видео? Жмите лайк. Делитесь с друзьями. Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео. И до новых видео. И до новых встреч. Пока-пока.